Практически стихийное бедствие переживают сейчас некоторые жители села Дутова. Как сообщает коми ЦГМС, анализ последних 50 лет показал, что такое длительное сочетание дождливой и холодной погоды на большей части территории нашей республики наблюдается впервые. И это сильно отразилось на жизни людей. Такая лужа большая, что нет где пройти, ничего. У нас дом и с той стороны, как болото у нас топит, и с этой стороны топит. У нас не работает ни унитаз, ни санузел, ничего. У нас три ямы у меня. Как выгребная яма, мы под машинку сделали яму, они все полные. Погребная у меня под крышку вода. Стоит уже почти целый месяц так вода. Доми в онище невыносимо в квартире. В связи с непрекращающимися дождями на дорогах и тротуарах в селе Дутова образовались большие лужи, затруднявшие движение пешеходов по улицам. Постепенно вода, скопившаяся в лужах, начала подступать к жилым домам по улицам Домны Каликовой и Молодежной. Для того, чтобы попасть к себе на участок, люди преодолевают полосу препятствий и надевают резиновые сапоги. А в домах борются с повышенной влажностью и грибком. У нас даже двери в кладок не закрываются, потому что сырость. Под этим тоже вода у нас под верандой. Не закрываются двери вот так вот, а всегда закрывалась. Вот заходим в дом. Сейчас посмотрим, какой у нас погреб. В погребе сколько воды. Вот открываю я. Вот так и живем. Насос у нас в погребе был, чтобы пришлось все вверх поднять, вот эти вот трубки. Насос подняли, потому что полно в погребе воды. Хорошо картошку достали заранее. Конечно, ничего там нет, но вот такие у нас теперь в условиях живем. Полно воды. Этим летом почти во всех районах зафиксировано опасное природное агрометеорологическое явление – переувлажнение почвы. Из-за повышенного содержания влаги в почве срываются кормозаготовительные работы, портится урожай. Как рассказывают сельчане, этот участок часто подтапливает, но такое количество воды они видят первый раз. Люди все сидят на воде, под домом вода. А вот некоторых здесь, где ниже, вода доходит до самого пола. Прямо ходишь по полу, и вода между щелей. И вот у кого по 10 сантиметров до пола, вот так люди на воде живут, как я не знаю их где. Вот что-то надо делать, какие-то решения принимать, или перекачивать воду. Правда, дожди, конечно, идут, но все равно, неправда, если была бы техника выкачивать, вода бы уходила. Ну, поэтому я даже не знаю, что. Вот соседи все жалуются. Вот кого нет, вот люди побросали дома, потому что жить невозможно. От этой сырости, грибок, все, люди бросают, ну, все, как сказать, портится, и вещи, и, ну, все, короче. И все стараются отсюда уйти. Когда Галина приехала с вахты, она не могла в туфлях пройти до дома. И сейчас, как отмечает женщина, жильцы потопленных участков стараются не выходить на улицу. Вот дрова на зиму. Все сухие были дрова. Вот, сколько воды тут. Ой, тут я даже и боюсь, наберу, наверное. Вот, все плавает, все дрова плавает. В доме у соседей Галины появился грибок. Люди стали испытывать проблемы со здоровьем и переехали в другой дом. Мы обратились в администрацию городского округа Вуктыл за комментариями по данной проблеме. В настоящий момент ведутся переговоры с ТЭМ «Дорстрой» об организации проведения работ по устройству водопропускных труб в селе Дутово. О начале производства работ будет сообщено дополнительно. Также в процессе съемки данного сюжета к нам обратились жительницы дома номер 28 по улице Гагарина и обратили внимание на переполненные выгребные ямы во дворе их дома и на образовавшуюся большую лужу, от которой исходит неприятный запах. Местные жители, с которыми мы смогли пообщаться, выразили надежду на скорейшее решение данных проблем.